Добрый день дорогие друзья! Рош Ходыш Ниссан Тов Сегодня у нас первая Ниссана Новомесячи Что это за день? Это называется Новый Год Царей У нас 4 новых года И об этом не сказано Месяц Ниссан Первый он у вас из месяцев года Вот этот день Новый Год Царей Если допустим царь приступил На свою должность На несколько дней до этого дня Допустим он месяц Адар То когда наступает уже первая Ниссана Можно сказать что он уже Второй год Во время второго года Царствования Царя И называется имя И от этого месяца Начинается отсчет месяцев Не так все просто в еврейском календаре Календарный год у нас сменяется В месяце Тиши В седьмом месяце Называется праздник Рожка Шана Кроме того До Рожка Шана У нас есть еще один праздник Новый Год отделения Десятин скота По-моему это 10-го Элула За 20 дней до Рожка Шана Где-то вот так вот Есть у нас Туби Шват Новый Год деревьев Это уже в конце года Перед месяцем Адар Идет месяц Шват И 15-я Швата Является Новым Годом деревьев Посадка деревьев идет Вот так вот Чем отличается новомесячий от обычного дня Тора пишет его в разделах праздники Как ни удивительно Тора не запрещает в этот день работать Есть традиция Что женщины там Не стирают допустим в этот день Это традиция Это не закон Торы То есть если мужчина постирает Закон не будет никак нарушен Эта традиция не будет нарушена Ну как-то женщине дается отдых в этот день Чтобы ей легче было Готовится более лучший Обед, ужин В этот день Что нам Тора пишет Тора пишет Что в новомесячье Мы приносим жертвы Такие же какие В большие праздники Как в Песах Шват В Рошходы приносятся Два молодых быка Один баран Семь ягняк Недостигших года Это у нас жертва Всесожжения А в жертву мирную Не в мирную А в жертву Решительную Козла приносят Вот это такая обязанность Каждым быком Приносится Три десятых эльфы Тонкой пшечной муки Смешанной с маслом И на каждого быка Идет по полгина Масла То есть если это два быка То получается Шесть десятых эльфы Муки И Получается С одним гином Масла Смешивается На два быка Такое количество Идет А на барана Идет Идет Получается Две десятых эльфы Муки И треть гина масла На каждого ягненка Идет Один Одна десятая Эльфы муки То есть один номер А масло идет Четверть гина Если мы возьмем Сравним Пропорции масла У быка У барана И у ягненка То Самая мягкая смесь Получается у ягненка Потому что Полтора литра Масла Четверть гина Грубо как У болитвенники Есть мнение Что это шесть литров Гин Смешивается С одним Амером Муки Амер Ну есть мнение Что 2 килограмма 730 грамм Вот так вот Или 3,9 литра Есть мнение Сколько это Амер муки Вот смешать Такую смесь А На бараном Муки в два раза больше А масло Всего На пол литра Больше чем у ягненка Получается более жесткая смесь И на быка Та же пропорция Что на бараном Каких животных Используют Бараны Идут До 2 лет Так же И быки Тоже до 2 лет Вот Ну и огненок И достигший года Это Пишет нам Рабби Машебен Маймон В книге Мишны Тора Но интересно Что он же пишет В книге Мишна Комментируя Мишну Он пишет Что до 3 лет Так же Ираши пишет До 3 лет Вот Такой комментарий Почему так Мы не знаем Ну в общем В разных Местах Он по разному Пишет Что у нас События В месяце Несан Месяц Чудес Мы знаем Что В этот Месяц Всевышний Нам Дал Свободу Он Нас Вывел Из Египта Освободил Нас Из рабства Праздник Свободы Песох В этом Месяце Он Открыл Для нас Море Он Невероятные Чудеса Для нас Совершил Он Нас Поселил В этом Месяце В пустыне Где Вообще Жить Невозможно Невзирая Ни на что И мы Там Живем То есть Живем В этой Пустыне 40 лет Мы там Жили Где Змея Ядовитая Скорпионы Где Жажда Нет Воды Он Нам Воду Дал И Не Дал Нас В обиду Никаким Змеям Скорпионам Берег Нас Написано Как Орел Несет Птенцов На крыле Своем Так Он Нас Берег И все Началось В Ниссане Десятого Ниссана Он Сказал Нам Взять По ягненку На очий Дом Мы Взяли Ягнят И До 14 Ниссана 14 У нас Праздник Песох Наступает Мы Их держали Привязаны Сбыльцем Кроватей Египтяне Несмотря На то Что Это Ихни Боги Ничего Нам Сделать Не Могли Эти Ягнята Козля Облеяли И Ничего Египтяне Были Не В силах Спасти Даже Своих Богов И Они Не Понимали Что Происходит После Этого 14 Ниссана Праздник Песох Мы Их Принесли В жертву Жертву Песох И Намазали Кровью Косяки Двери Притолку Косяки Двери Снаружи Это Волочарь Снутри Домов Это Было Намазано И Мы Праздновали Праздник Песох И ушли Из Египта А В этот День Египтян Всевышний Убивал Их Лучших Людей Первенцев Убивал А Нас Спас И Наших Первенцев Он Спас Потому Что Мы Выполнили Поверение Всевышнего Это Все Месяц Ниссан И Также Мы Вышли Из Египта В Ниссане Утром Мы Уже Вышли Начался Праздник Апресноков Семь дней Праздник Апресноков 14 Это Песох А с 15 Начинается Семь дней Праздника Апресноков Вот так Вот Получается От праздника От праздника Песох До Праздника Шавуот 51 День От Первого дня Апресноков До Праздника Шавуот 50 Дней От Второго дня Праздника Апресноков Праздника Мацод До Праздника Шавуот 49 Дней Мы Начинаем Считать Со второго дня Празднования Праздника Мацы Мы Начинаем Считать 49 Дней Отсчет Идет Когда Полностью Мы их Досчитаем То наступит У нас Праздник Шавуот Вот так Вот Это надо Знать Очень важные Законы Что с собой Представляет Мацан Который мы ели В пустыне Это обычная Смесь Вода И мука Ничего Больше Даже соль Не добавляется Смешали Замесили Тугое Тесто И сразу В раскаленную Печь Это все Происходит В течении 18 Минут Если Больше 18 Минут То Это уже Будет Не маца Это будет Просто хлеб И он Для празднования Праздника Песах Не годится Вот так вот Поэтому Купить в магазине Готовую мацу Где нет Соответствующих Печатей Что проверено Что это кошек Песах Для праздника Песах Не годится Так она Годится Как хлеб В магазине Маца А так Это все Проверяется И Все время Если Допустим Дома Делаешь Эту мацу То надо Смешивать Воду С мукой Замесил Сделал Небольшой Лист В духовку Потом все Вычистил Вымыл Чтобы муки Не оставалось И дальше Нельзя Замесить Сразу Много Теста И Из него Катать Шарики И потом Раскатывать Их В листы Это Ни в коем случае Нельзя Потому что Если пройдет 18 минут На все Она уже Смешивается Хамед Она уже Является Хлебом И не будет Являться Мацой И для праздника Песах Это не годится Для того Чтобы готовить Правильный Мацу Кошер Для Песах Нужна специальная Специальная подготовка И Большой труд Это все Не просто Так происходит Кто хочет Это сделать Может Конечно Все это Технически Можно Выполнить Но Надо об этом Все хорошо Почитать И знать А на сегодня Наш урок заканчивается Урок был дан За понятие Души Мойша бен Давид Берта бен Исраэль Павел бен Ифим Яков бен Ахум Владимир бен Григорий За здоровье Светлана Батклара Шолом Йона Бен Цара Шимон Бен Цар Анна Батмира Борис Вен Мария Мойша Бен Маня Анна Батрибка Полина Первая Батсоя Сура Лена Батклара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Ефим Бен Эстер Двойра Батмиря Моисей Бельева Ирина Батвоера Юси Бен Раиса Инесса Батмоэль Евгений Бен Берта Евгений Батита Фира Бат Анна Генея Бен Елена Елена Бат Инесса Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Цара Таня Бат Фрида Ида Батриева Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Биров Эйга Бат Берта Ася Бат Года Марк Бен Нина Ира Бат Вера Лен Бен Клара Рафаэль Бен Клара Хана Цепора Бат Сара Ида Бен Хая Авива Ефим Бен Соня Майя Бат Фаина Рексея Бен Ольга Клара Бат Броня Гая Бат Сарит Зах Мазл Броноса Сгула Ирина Бат Ри Арон Ре Бен Ри За хороший дух Арон Ре Бен Двор Родниц Бен Нахум Авигаль Бат Сара Хана Бат Абрагам Рафаэль Али Лей Бен Лариса Ганья Бат Гедалья Броноса Эбрю Валер Бен Рая Анна Бат Александра Марина Бат Рая Борис Бен Марина Алексей Бен Наталья Всего хорошего Олегу Масенко Всем браха Броноса Команам Мазл То Что мы это время не грешили Учили Тору Всем желаю крепчайшего здоровья И чтоб скрочно закончится Страшная война Чтоб мы праздник Песоха Уже праздновали Свободными людьми И до следующих встреч Еще раз Рожь, Ходыш и Сантов Шалом